Не хочется возиться с тестом. Приготовьте десерт из лаваша. Сочная, нежная, створожная начинка, лакомство обязательно придется многим по вкусу. При желании, можно добавить изюм. Готовим. При выборе лаваша для десерта, отдайте предпочтение цельному, без разрывов, свежему изделию. Сухой лаваш плохо будет сворачиваться и может образовывать разломы, что повлечет за собой вытекание начинки. Лаваш одна штука, тонкий, длиной один метр. Творог, 600 грамм, 9%. Жирности. Сахар, 7 столовых ложек, 4 ст.л., в начинку, 3 ст.л., в соус. Соль, 1 щепотка. Ванилин по вкусу. Сметана, 1 столовые кон, стакан объемом 200 мл. Яйцо, 5 штук, 3 штуки. В начинку, 2 штуки. В соус. Молоко, 80-100 мл. Количество порций, 6, 8. Подготовьте необходимые ингредиенты. Сделайте начинку. В глубокую чашу выложите творог, 3 яйца, 4 ст.л. сахара, ванили, щепотку соли, 80 мл. Молока. Тщательно размешайте. Масса должна получиться консистенцией густой сметаны. Разверните на рабочей поверхности лаваш. Смажьте его творожной начинкой. Сверните рулет и оставьте на столе на 3-5 минут для пропитки. Если лаваш очень тонкий, пропитка может не понадобиться. После сверните улиткой. Возьмите чашу мультиварки и смажьте дно тонким слоем масла. Выложите улитку из лаваша. Сделайте соус. В чашу смешайте стакан сметаны, 3 яйца, 3 ст.л. сахара, ванилин по вкусу. Взбейте до однородного состояния. Залейте соусом лаваш с творожной начинкой. Установите чашу в мультиварку. Включите режим выпечка на 45 минут. После завершения программы включите еще на 20 минут режим выпечка. Готовый пирог оставьте в мультиварке на 30 минут с открытой крышкой. После десерт извлеките с помощью чаши для пароварки. Переложите на тарелку и можно подавать к столу. Десерт можно подавать как теплым, так и полностью остывшим. Приятного аппетита.